Приднестровская общественная жизнь Однако спецслужбы по-прежнему хранили молчание. Варданян же на свободу так и не вышел. Что же произошло на самом деле и почему ситуация сложилась именно так? Отметим главное. Эти разъяснения предоставляем общественности Приднестрой по просьбе самого Эрнеста, сделавшего заявление для СМИ. Предварительно несколько слов о том, чем же собственно занимается МГБ. Я считаю необходимым сегодня проинформировать вас о некоторых аспектах служебной деятельности Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Мы системно занимаемся контрразведывательной деятельностью, проводим соответствующие комплексы оперативных мероприятий по скованию действий нашего основного противника, которым является СМИ. Безопасности Молдова мы выявляем лиц с числа преднестровских граждан, которые по тем или иным причинам встали на путь предательства интересов своего народа и, подписав соответствующие соглашения со спецслужбой Молдовы, занимаются разведывательно-подрывной деятельностью, участвуют в формировании корпуса агентуры влияния, помимо того, что собирают информацию, интересующую СИП, РМ. Что же их интересует на нашей территории? Какие у нас могут быть секреты? Секреты, как у любого государства. Это экономическая деятельность, это оборона, это безопасность, даже экология. И все те факторы, при негативном развитии которых нашей республике, нашему народу, может быть, нанесен ущерб. Ровно так и было совсем недавно. Мы задержали жителя Бендер, некого казака, которому предъявлено в настоящее время обвинение в соответствии с статьей 271 УК ПМР. Это государственная измена в виде шпионажа. Немного позднее, 7 апреля, нами был задержан в настоящее время арестован Варданян Эрнеста, которым так много шума. В связи с тем, что якобы мы задержали независимого журналиста, состоящего в оппозиции преднестровской государственности. Это не соответствует действительности ни в коей мере. Мы не имеем никаких претензий к Варданяну в связи с его журналистской деятельностью. Мы имеем к нему претензии, как государственная безопасность, в связи с той преступной деятельностью, которую он как гражданин Приднестровской Молдавской Республики осуществлял в пользу другого государства, в пользу другой спецслужбы, с которой он вступил в правовые отношения и дал обязательство работать в ущерб народу и государству Приднестровья. Я далек от мысли был о том, чтобы до решения суда давать какую-либо информацию по факту задержания Варданяна. Но в связи с тем, что не так давно Варданян попросил о встрече, личной встрече со мной, эта встреча длилась около двух часов, где Варданян изложил обстоятельства, которые побудили его работать против своего государства. Он, на мой взгляд, сумел в момент встречи обосновать те мотивы, которыми он руководствовался. Безусловно, он совершил тягчайшее государственное преступление. Но он находится ровно в той ситуации, в которой должен находиться как лицо приступившее закон. Но во время встречи Варданян обратился ко мне с просьбой сделать заявление для Приднестровских СМИ по факту своего задержания и попытаться самостоятельно объяснить, что же с ним произошло. Варданян, будучи задержанным, осознал то положение, в котором он находится и стал сотрудничать со следствием. Он содержится... В каких условиях он содержится? Мы много слышим об этом, много различных выдумок, доходящих подчас до маразма. Он содержится в камере с ранее несудимыми. Бытовые условия в камере достаточно неплохие. Там есть электроплита, холодильник, телевизор с 15 программами. Каждое утро в камеру доставляется свежая пресса. И Варданян имеет возможности для ежедневных часовых прогулок, как и все его сокамерники. Он же получает передачи от своих родственников. Выдумка о том, что ему не предоставляют свидания с родственниками, она несостоятельна по той простой причине, что он был задержан 7 апреля, а 14, 16 и 28 апреля он встречался со своей женой, со своей матерью и со своим ребенком. Состояние здоровья его весьма удовлетворительное. Психологическое состояние безупречное. По поводу адвоката. Якобы следствие не предоставляет адвоката Варданяну. Это также не соответствует действительности. С момента задержания Варданяну был представлен адвокат. Варданяна адвокат это устраивает. Он не собирается от него, насколько мне известно, отказываться. А вот адвокатов, которых снарядила служба информации и безопасности, которые являются гражданами другого государства, соответствующие с нашим законодательством, мы не можем допустить. Поскольку речь идет о его сотрудничестве со спецслужией противника, то там есть определенные моменты, которые не подлежат разглашению, содержатся в материалах дела. Дело засекречено с момента его возбуждения и суд, безусловно, будет закрыт. Сейчас вашему вниманию предоставляется заявление Варданяна Эрнеста Артуровича, сделанное в присутствии из сотрудника прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики и своего адвоката. Я сотрудник прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, Чернецкий Станислав Константинович. По поручению прокурора ПМР осуществляю прокурорский надзор в отношении уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены, обвиняемым по которому проходит Варданян Эрнест Артурович. От следственно арестованного Варданяна Эрнеста Артуровича поступило заявление, которое я сейчас зачитаю. Прошу вас предоставить мне возможность выступить по телевидению для того, чтобы самостоятельно рассказать об обстоятельствах и причинах моего сотрудничества со службой информации и безопасности Республики Молдова. После его получения данное заявление было рассмотрено по существу и принято решение его удовлетворить. В этой связи следственно арестованный Варданян Эрнест Артурович в присутствии меня и своего защитника Димитрова в служебном помещении Министерства государственной безопасности ПМР сделает свое заявление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова